А что вы не любите? Это я задумалась, я не знаю. Ну, прям потому что, Маша, мне кажется, что вы такой человек, у которого есть целый перечень вещей, явлений, которые вызывают эдисинкразию. То есть вы не такая вот, как Катя Гусева, которая просто вот... Мир всем. Да. Есть какие-то вещи, но я не люблю фальши. Так. Я не люблю, когда фальшивец. А вы чувствуете? В музыке, в живописи, в игре, в разговоре. Я это чувствую, я вранью чувствую очень хорошо. Но это, знаете, как Олег Николаевич Ефремов когда-то сказал, когда ему во Франции представляют актрису, говорит, познакомьтесь, это наша знаменитая, серьезная театральная актриса. Он говорит, я вижу по переродившимся от постоянного вранья мышцам лица. Поэтому я вижу просто в силу того, что я этим занимаюсь много, да, то я как... Враньем? Вижу не враньем, а игрой на сцене. И вот это все, да. Я понимаю, как перерождаются мышцы. И поэтому, когда я вижу, что у человека что-то с лицом, то я понимаю, что он лугун. И самое страшное во вранье, не то, что кто-то кого-то обманывает, а что человек врет себе. То есть он ходит в какой-то маске, и я понимаю, что это какие-то страсти, да. Что, знаете, как я вчера стояла и думала, кассирша открыла кассу, и там лежали деньги. Я посмотрела на деньги, я поняла, что для меня это резанные бумажки. И понимаю, что и тут я вспомнила там людей, которые грабили банки, да. И для них важно было не то, что они потом поедут в Майами, да, они не для этого это делали, а именно получить, вот знаете, как открыть чемодан, а там доллары. Вот именно вот ощутить эти резанные бумажки. Но это же ерунда, правда? Это же фантики. И люди часто ставят для себя вот какие-то ограничения, да, любят деньги. Кто-то увлекается женщинами, например, да, кто-то там лошадьми до такой степени, что уже просто кошмар, да. Не здесь огранили, или играют в театре, как зарезанные, больше ничего. Пишут смс-ки, как ненормальные. Маша, ты такой интересный человек, то есть... Ну, пора заканчивать. Да, нет, нет, вы замечательная актриса, красивая женщина, но вы и человек интересный. Взял бы вас с жену с удовольствием, если бы многоженство было. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.